Итак, стяги разных полицил, и радикальных, и вполне умеренных, развивались совсем близко от флагов Евросоюза, установленных в честь саммита Украина-ЕС. Собрались в центре столицы несколько тысяч митингующих. Во что вылились масштабные протесты и как реагировала полиция? Подробнее в сюжете. С утра возле Рады начали собираться недовольные активисты. Вместе с ними полиция оцепила Мариинский парк. Накипело тут у каждого. Учителя требуют повышения зарплат, пенсионеры – пенсии. 2010-го я на пенсии. Пенсия на данный час становится 1147 гривен. Я 21,5-й год отдала МВС, за что имею пенсию, которая ниже всех возможных прожитковых минимумов. Сьогодні час Х. У Верховной Рады Украины есть наша правка, которая предпочитает почти 400 миллионов на месяц, необходимых для того, чтобы этим людям, которые ледве живут, которые отдавали свое життя и рисковали своим життям, борются против коррупции и борются за закон, так вот им подвищать пенсию, осуществить пенсию, чтобы довести их хотя бы до какого-то благоразумного уровня. Если не будет проголосовано соответствующих изменений в бюджете, мы готовы разбивать наметы под Кабинетом министров Украины, под Верховной Радой Украины, и мы готовы там жить. Но самыми активными оказались те, кто требовал снять неприкосновенность депутатов. Тут и представители Азова, и Свободы, и Автомайдана. На дорогу бросали дымовые шашки, а машинами заблокировали вход в Раду. Полиция попыталась убрать автомобили, но активисты просто так не сдались. В итоге произошла стычка. Митингующие зажгли фаеры, а полицейские в ответ пустили в ход газовые баллончики. Под горячую руку попал нардеп от БПП. Автомайдановцы забросали Олега Барну яйцами, когда он выходил из здания Рады. Мол, получил за то, что не проголосовал за снятие неприкосновенности и арест его коллег. Речь идет о Бориславе Розенблате и Максиме Полякове. Сам Барна произошедшее считает диверсией. Питания претензий, которые выставлялись, были очевидны от людей, которые были запрограммованы на диверсию, на провокацию. Вводить их, вывести их в Лайно или какие донецкие сувки. И вывести стаду, мы в Чезраю кидают сына одного. А вот активисты от национального корпуса с дымовыми шашками двинулись к офису интернет-компании, которая, по их данным, занимается предоставлением хостинга для сепаратистских сайтов и устроили дымовое шоу. В итоге полиция прибыла и туда. Вот только возникает вопрос, как в МВД допустили такие действия в правительственном квартале, где сегодня проходит саммит Украина-ЕС.